Здравствуйте! В эфире программа «Бумеранг». Мы говорим о здоровье жителей Чувашии. И сегодня, уважаемые телезрители и радиослушатели, появился даже такой термин – перинатальное здоровье нации. Здоровье ребенка можно узнать до его рождения, ребенка вообще можно зачать в пробирке, и даже в утробе матери можно провести ребенку операцию. Потрясающие технологии вошли в нашу жизнь, и поэтому гости сегодня нашей студии – главный неонатолог Министерства соцразвития Чувашской Республики и, кстати, главный неонатолог Приболского федерального округа Ирина Виноградова и главный специалист по медицинской генетике Екатерина Саваскина. Вот, уважаемые эксперты, вас объединяет, наверное, все-таки не только новорожденные дети? Ну, нас объединяет не только новорожденные дети со главным неонатологом Республики. То есть мы занимаемся здоровьем новорожденных детей, что обеспечивает будущее здоровья нации, вообще будущее здоровых родителей и впоследствии уже опять рождение здоровых детей. То есть главные неонатологи и генетики обследуют детей сразу же после рождения при необходимости. Неонатологи, можно сказать, спасают жизнь новорожденным, давая ему здоровое здоровье, чтобы они впоследствии могли развиваться и представлять здоровую нацию. А мы, в свою очередь, обследуем новорожденных детей после рождения, у которых есть подозрения на наследственное заболевание, какие-то отклонения в развитии. Мы определяемся с диагнозом, что с этим ребенком. И, конечно же, ставя правильный диагноз, есть или нет наследственное заболевание, мы определяем помощь этому ребенку, помощь реабилитации для того, чтобы ребенок впоследствии развивался здоровый. Можно сказать, что врачей двух специальностей, неонатологию и медицинскую генетику, объединяет, конечно, будущее. Будущее наших детей, будущее нашего поколения. И за вот этот промежуток времени, 20 лет, может быть, чуть-чуть больше, начиная с конца XX века, можно сказать, что две специальности – неонатология и медицинская генетика – являются самыми бурно развивающимися науками или самыми бурно развивающимися медицинскими специальностями. Ведь до определенного возраста врачей-неонатологов не было в нашей стране. Мы назывались микропедиатрами. Неонатология или специальность неонатологии появилась в номенклатуре медицинских специальностей в 1986 году. И посмотрите, какие бурные темпы развития в моей специальности в неонатологии. Прежде всего, мы раньше не было педиатров, занимались выхаживанием детей и оказанием помощи бабки-повитухи. Это XIX век. Потом появились первые родильные дома. Стали оказывать помощь врачи-акушерогинекологи в рождении детей. Потом появились микропедиатры. То есть те специалисты, которые помогали оказать помощь новорожденному ребенку. Но принимает роды все-таки акушерогинеколог, а неонатолог стоит рядом. Конечно же. Неонатолог всегда рядом. И две специальности – акушерогинеколог и неонатолог – это как пуповины, связанные две специальности. Мы помогаем друг другу. Роды принял акушерогинеколог, оценил состояние ребенка неонатолог. Если есть необходимость, оказывает ему помощь. И приглашает на оказание помощи, на выявление каких-то дефектов, если вдруг появились какие-то сомнения, врачей, генетиков на консультацию. Поэтому мы друг друга дополняем, мы взаимосвязаны, и мы друг без друга обходиться не можем. Ну, фактически, наверное, врач-генетик появляется в жизни будущей мамы и вообще родителей, да, немножко раньше даже, чем произошло зачатие этого ребенка. Ну да, конечно. Какова ситуация в общем в целом? В нашей генетической службе в Чувашской республике существует уже 25 лет. Вот мы посчитали, что за это время нами проконсультировали более 120 тысяч пациентов с разными патологиями. То есть к нам обращаются семьи, у которых не получается забеременеть, семьи, с которых есть проблемы в родословном, то есть было рождение больных детей, семьи, в которых наступившая беременность прерывается на ранних сроках. Дальше к нам обращаются взрослые пациенты, у которых те или иные специалисты в течение жизни начинают подозревать наличие какого-то наследственного заболевания. Вот из этих 120 тысяч пациентов, из них где-то около 15% – это дети, которых мы начинаем осматривать с момента рождения при подозрении на наследственную патологию и в течение жизни. Ежегодно к нам обращается около 700-800 детей, то есть семей с детьми с подозрением на наследственную патологию. Ежегодно выявляется около 120-150 новых каких-то генных заболеваний. То есть это заболевание связано с изменением в гене человека. Это может быть поражение нервно-мышечной системы, соединительные ткани, какие-то пороки развития. Около 70 в год выявляем поражение, нарушение хромосомном аппарате человека. Ну, вы, наверное, все знаете, самая частая наследственная патология – это синдром Дауна. Частота, к сожалению, 1 на 600, на 700 новорожденных детей. Также мы консультируем беременных женщин, которые около 5000 в год мы консультируем беременных женщин. Из них где-то количество 300-400 беременных – это беременные, у которых имеется какая-то отягощенная наследственность. То есть было рождение больного ребенка или в роду прослеживается наследственное заболевание. Поэтому они все обращаются к нам на консультацию за прогнозом потомства. То есть эти беременные хотят родить здорового ребенка. И мы помогаем им, обследуя, выявляя состояние будущего ребенка, помогаем родить здорового ребенка. Ну и те, кто не могут родить ребенка, зачать ребенка, это точно ваши клиенты, да? Да, ну не все, конечно, но мы стараемся тоже обследовать всех пар с бесплодием. То есть они все перед какими-то вспомогательными технологиями, перед ЭКО приходят к нам на консультацию. И мы максимально проводим мимообследование. Иногда выявляется и наследственная причина ненаступления беременности. Заболеваемость новорожденных в нашей республике достаточно высока относительно заболеваемости в Российской Федерации. И прежде всего это связано с тем, что на сегодняшний день врачи-неанатологи, мы стараемся уделять очень большое внимание детям. И это связано с лучшей диагностикой заболеваний. Поэтому относительно Привожского федерального округа, я могу говорить за весь Привожский федеральный округ, и относительно Российской Федерации у нас показатели достаточно высоки. Но это не говорит о том, что дети действительно болеют очень много, очень часто. Мы стараемся эту заболеваемость снизить у новорожденных детей, как и смертность. И если брать показатели, опять-таки, нашей республики, можно сказать, что мы работаем лучше всех в Привожском федеральном округе. И находимся на передовых показателях или на передовом уровне, на уровне Российской Федерации. Ну, я бы так на вашем месте даже вообще сказала, что мы входим в пятерку лучших, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы создаем тренды вообще-то в неанатологии, как мне, как эксперту и наблюдателю этих процессов. Да, действительно, вы правы. Мы находимся в тренде. Мы действительно находимся в пятерке лучших учреждений, лучших показателей по Российской Федерации. И на сегодняшний день мы можем смело говорить, что к нам едут учиться. Нашим опытом наш опыт пытаются перенять для того, чтобы действительно улучшить ситуацию в Российской Федерации. С открытием перинатального центра, поэтому мы зазвучали на уровне всей страны, снизили показатели младенческой смертности с открытием перинатального центра. Они у нас были европейские. Они стали европейскими. Они стали европейскими показателями младенческой смертности. Это тот показатель, который действительно интересует на сегодняшний день всех. Мы снизили его в три раза. На сегодняшний день по итогам работы 2014 года мы являемся в тройке лучших по показателям младенческой смертности, а по показателям за 7 месяцев этого года нас ставят в пример и показывают, что действительно опытом Чувашской Республики нужно гордиться, опыт его нужно перенимать, и учиться ехать нужно сюда. А какие заболевания у нас лидируют? Вообще наследственных заболеваний, как бы по всем вот этим мировым данным, более 5 тысяч. В нашей Чувашской Республике наиболее часто мы выявляем, встречается около 10-20 наследственных заболеваний, и, к сожалению, в нашей Республике существует такое понятие, этнически приуроченные заболевания, то есть наследственные заболевания, которые чаще встречаются у представителей чувашской популяции. Наверное, многие слышали про астепетрос рецессивную, то есть мраморная болезнь, дети, которые, к сожалению, с не совсем благоприятным прогнозом после рождения. И сейчас, к счастью, наверное, существуют методы диагностики, то есть выявлены мутации, то есть мы это заболевание можем поставить практически в первые дни, первые месяцы после рождения. И есть методы, которые приводят к лечению, которые приводят к тому, что продлевается продолжительность жизни данных детей и сокращается инвалидизация. Следующее заболевание – это наследственный ретроцитоз, то есть заболевание крови, при котором увеличивается количество ретроцитов, повышается гемоглобин, и впоследствии вот таких пациентов, конечно же, больше склонность к тромбообразованию, к ранним инсультам, инфарктам. Тоже данные заболевания можем выявить. Работаем совместно с гематологами детскими, со взрослыми, для того, чтобы поставить правильный диагноз, начать лечение. Есть еще такое заболевание, конечно, не инвалидизирующее, но наследственный гипотрихоз. То есть это редко нарушено сформирование структуры волос. К сожалению, встречается и у девочек, и у мальчиков, но это, к сожалению, просто психологическая травматизация данных детей. И такие диагнозы мы тоже ставим практически с рождения и помогаем таким пациентам в лечении, в реабилитации, чтобы они могли в нашем обществе себя полноценно реализовать. Дальше это заболевание, это спинальная метрофия, поражение нервно-мышечной ткани, муковисодоз, когда поражается бротхиальная железа, то есть поражается легочная ткань, поражается поджелудочная железа кишечник. И что при выявлении таких заболеваний в раннем возрасте предотвращается инвалидизация данных пациентов. Много у нас в нашей республике и пациентов с глухотой. Эта глухота может быть наследственно обусловлена, тоже выявлены гены, и мы можем это родители, будущих родителей обследовать и, соответственно, узнать, будет ли ребенок с таким заболеванием во время беременности. Есть такое понятие орфанных заболеваний, туда относят наследственные заболевания, так называемые редкие. Редкие заболевания – это те заболевания, которые встречаются с частотой 1 на 10 тысяч и больше. То есть в нашей республике тоже есть такие пациенты с таким заболеванием, в частности, мукополисохоридоз, частота 1 на 140 на 200 тысяч. И сейчас, благодаря программе политики нашего государства, то есть программе, благодаря принятию федерального закона, такие дети у нас получают специализированное лечение, и, соответственно, опять-таки это улучшает продолжительность и качество жизни дальних детей. Если останавливаться на заболеваемости новорожденных, мы стараемся, самое главное, или задача неонатолога является помочь ребенку садаптироваться к нашим условиям жизни. И самая большая проблема для нас, или на первом месте в заболеваемости, это желтухи новорожденных. Прежде всего, это связано с нашей экологией, с той ситуацией, в которой мы живем, то, что мы едим, то, что мы пьем. Это образ жизни, это ответственность родителей. И задача как раз помочь садаптироваться всем органам и системам к дальнейшей жизни, чтобы ребенок в дальнейшем не страдал, а приносил полноценную пользу обществу. Это вот одно из ведущих таких вот мест. На втором месте это инфекционные заболевания. Это те инфекции, фактически, которые тоже передает мать своему ребенку. И та беда, с которой сталкиваются, как правило, родители или семьи, порядка 5% это дети, рожденные недоношенными. Как сделать так, чтобы дети были полноценными, развивались, росли, как хорошие, нормальные члены общества. И вы тоже, наверное, многие слышали о том, что в 2012 году вся Российская Федерация перешла на новые критерии регистрации живорожденности. Если до 2012 года ребенком считался ребенок, родившийся с весом от килограмма и со срока гистации 28 недель, а на сегодняшний день мы занимаемся выхаживанием детей с массой от 500 грамм. Это экстремально низкая масса тела. Поэтому это та проблема, с которой мы сталкиваемся, которая приносит нам большие переживания, с которой мы стараемся справиться. И большие достижения. Если вся страна перешла на выхаживание, регистрацию детей с 2012 года, то Чувашская Республика фактически начала заниматься детьми с массой менее килограмм с 2002 года. Это с момента открытия перинатального центра и объединением всех служб оказания помощи акушерства, гинекологии, неонтологии, медицинской генетики в стенах одного учреждения. Официальную регистрацию мы начали с 2009 года. А Россия как раз на опыте пяти регионов изучала опыт, стоит этим заниматься, нужно это делать. То есть мы здесь опять-таки были впереди. И можно сказать... Ну, то есть были какие-то и риски в том числе, да? Конечно. Люди брали на себя серьезную ответственность. Конечно, конечно. И можно сказать, что мы с достоинством выступили или показали свои показатели. И действительно, наш опыт перенимается и внедряются те технологии, которыми мы на сегодняшний день владеем и делимся опытом. Каково устройство вашей службы? Ну, медикоинтическая консультация в Чувашской Республике, она одна единственная. Она находится с 2001 года в составе президентского перинатального центра. И разработаны маршруты направления пациентов с подозрением на следственную патологию. Поэтому все участковые педиатры, терапевты, узкие специалисты при осмотре пациента, если возникает подозрение на наследственную патологию, они непосредственно отправляются к нам. У нас очень мало, всего 6 врачей. У нас медикоинтическая консультация. И поэтому мы сейчас очень много работаем с первичным звеном. То есть это выездные консультации, это постоянные выступления на конференциях, лекции на курсах повышения квалификации врачей-педиатров, терапевтов, акушер-гинекологов, чтобы педиатр или вся это первичное звено заподозрил на следственную патологию и своевременно направил к нам на консультацию. Когда к нам обращаются пациенты на консультацию, все то, что возможно в Чувашской Республике, мы проводим здесь у нас бесплатно. При необходимости мы сотрудничаем с Федеральным центром Москвы и Санкт-Петербурга. К сожалению, многие заболевания, когда поражен ген, эта диагностика осуществляется только в крупных федеральных центрах, в крупных лабораториях молекулярной генетики. Потому что только при выявлении вот этой доказательной медицины, сейчас генетика, только при выявлении изменений в гене мы можем выставить то или иное наследственное заболевание. Наша служба пережила очень большую фактически реорганизацию. В конце 90-х годов вы прекрасно знаете, что каждый район славился своим родильным домом. И на сегодняшний день осталось 7 родильных домов по районам республики. То есть это 5 межрайонных центров Канаж, Батарево, Шумерля и Алатырь, Новочебоксарск. И 2 больших крупных перинатальных центров, учреждения третьего уровня, как мы это называем, больших перинатальных центров, в которых концентрированы наиболее высокие технологии. Это действительно тренд, это действительно очень хорошая технология. Просто если задуматься, были родильные дома с количеством родов 50 в год. Что такое 50 родов в год? Это не тренированные врачи. Одно дело – это не тренированные врачи. Это отсутствие медицинской техники, отсутствие специалистов, отсутствие возможности оказать экстренно, правильно, качественно всю помощь либо женщине, либо ребенке. Вот это вот та модернизация, которая пошла на пользу все-таки главному, здоровью новорожденного ребенка и матери. Конечно же. Посмотрите, что на сегодняшний день нам удалось сделать. Пять родильных домов на уровне межрайонных. Что на сегодняшний день умеет делать межрайонный центр? Это абсолютно все те же технологии, которыми владеем мы. То есть нам удалось сконцентрировать службу акушерства гинекологии, то есть круглосуточный врач-акушер-гинеколог. Раньше врач-неанатолог работал на 0,5-0,25 ставки. Что это означает? Три часа, полтора часа в сутки. На сегодняшний день каждый межрайонный центр имеет круглосуточного врача-неанатолога. Две реанимационные койки. К сожалению, у нас не хватает медицинских кадров, поэтому есть районы, куда мы стараемся привлечь молодых специалистов. Не настолько далекая удаленность, великолепные дороги, которые позволяют довозить беременную женщину, женщину в родах, родившегося ребенка в тяжелом состоянии. Самая отдаленная точка – это АллатР. За два с половиной часа ребенок оказывается в учреждении третьего уровня в президентском перинатальном центре. Благодаря программе модернизации Министерству здравоохранения Чувашской республики удалось закупить два великолепных реанимобиля и систему «Шаттл» транспортировки новорожденных, внутригоспитальной, которой на сегодняшний день нет в стране и завидуют многие соседние регионы. Они приезжают, опять-таки, делиться нашим опытом. Помимо этого, благодаря системе модернизации, в отличие от других соседних регионов, многих регионов Российской Федерации, нам удалось на все 100% заменить старое неработающее оборудование, это реанимационные столы, на оказание помощи. Даже в самом отдаленном уголке Чувашской республики есть новый реанимационный стол, который окажет необходимую всю помощь от начала и до конца, что ребенку потребуется. Мы поменяли все инкубаторы на оказание помощи. Мы на 80% изменили парк аппаратуры по проведению респираторных технологий. То есть это на сегодняшний день является нашим достижением. Медико-энергетическая служба тоже уделяется в России сейчас достаточно должное внимание. Особенно очень много внимания уделяется раннему выявлению наследственных заболеваний у новорожденных детей. То есть в 2006 году был принят нацпроект «Здоровье», благодаря которому во всех регионах было поставлено дорогостоящее оборудование. По федеральной программе закупались реактивы для проведения скрининга, для того, чтобы выявить и провести скрининг на 5 тяжелых наследственных заболеваний. То есть, если перечислить это, муковисцидоз, я уже говорила, адреногенитальный синдром – это врожденный гиперплазия коронодпочечников, врожденный гипотириоз – это невыработка гормонов щитовидной железы у новорожденных, фенилкетонурия – это нарушение обмена веществ, галактозимия – это нарушение обмена молока, как бы нарушение обмена веществ молока. И благодаря этому нацпроекту с 2006 года нам обследовано 99,7% новорожденных и выявлено 82 ребенка с этими тяжелыми наследственными заболеваниями. Эти заболевания выявлены потому, что на них существует лечение. Чем раньше выявляется заболевание, подбирается правильное лечение, и такие дети развиваются совершенно нормально, увеличивается продолжительность жизни, и, конечно, предотвращается инвалидизация дальше таких детей. Был разработан алгоритм проведения пренатальной диагностики, то есть обследования во время беремости по новому алгоритму. Это мировые стандарты, европейский уровень. Было закуплено оборудование, и сейчас все беременные женщины, которые встали ночью до 14 недель, проходят скрининговые исследования. Мы, благодаря нашей компактной республике, хорошей налаженной работе в трехуровневой системе оказания помощи, процент охвата беременных составляет 92-93% по оперативным данным. Благодаря этому мы выявляем своевременно женщин из группы риска по порокам развития, по рождению ребенка с тем же самым синдромом Дауна, и приглашаем их к нам на обследование. Женщины все приезжают в генетическую консультацию по активному вызову, и мы, опять-таки, бесплатно проводим исследование, уже исследование хромосом будущего ребенка. Обследование беременных женщин на хромосомную патологию в Чувашской республике проводится бесплатно. К сожалению, если семья, были случаи рождения ребенка с генными заболеваниями, мы материалы будущего ребенка отправляем в федеральные центры, там и обследование, к сожалению, платное, потому что оно проводится в федеральном центре. Ну, наверное, вот эти деньги, которые на предварительное обследование будут затрачены в семье, они и старецы окупают. Да, конечно. Нужные угрозы и расходы вообще, если вовремя не предвосхитить, да, и рождение больного ребенка. На сегодняшний день все, чем владеет мировая наука, мировая медицина в нашей области, в области неонтологии и медицинской генетики, все это внедрено, и все это делается. Действительно. Да, и все это доступно. Все это доступно. Если вот останавливаться коротко на вопросе платности в области неонтологии, можно сказать, что абсолютно все бесплатно для новорожденных детей в нашей республике. Даже если случилась такая беда, и ребенок родился с пороком сердца, с пороками развития какими-то, то консультируются дети в федеральных центрах, то город Пенза, в городе Казани, в Москве, если это необходимо. И проведение оперативных вмешательств также проводится за счет денег Чувашской республики, либо за счет Фонда обязательного медицинского страхования и за счет федеральных денег. На сегодняшний день выделено полторы тысячи квот на оказание помощи новорожденным детям по высоким медицинским технологиям. И можно сказать смело, с уверенностью, что каждый ребенок, которому требуется оказание помощи или оказывается в отделении реанимации интенсивной терапии новорожденных, получит ту действительно помощь, которая ему необходима на самом высочайшем уровне. Да, тоже касается, хотела бы добавить ПВМП. В настоящее время, в последние годы, тоже благодаря вот этой высокофилиологичной помощи, мы можем направлять детей, тяжелых детей с непонятными диагнозами в федеральные центры, чтобы им там провели полное обследование бесплатно и помогли нам поставить диагноз и, конечно, помочь в реабилитации детей. Благодаря вот тем нацпроектам, которые с 2006 года проводятся по ненатальному скрингу, то есть обследованию новорожденных, у нас это основные достижения, это своевременность выявления наследственных заболеваний, своевременно начато лечение. Поэтому все дети, которым поставлен диагноз, своевременно начато лечение, они не являются детьми инвалидами. Ну вот то, что государственный контроль возник в этом процессе, вот, наверное, это самое главное достижение, потому что родители иногда безответственны. Да, поэтому это привело к тому, что все дети являются полноценными членами общества. Благодаря пренатальной диагностике, своевременной диагностике во время беременности, тоже значительно сократилось рождение детей с неблагоприятным прогнозом, с тяжелыми пороками развития. И проявление тех или изменений стороны будущего ребенка, зная, что родится такой ребенок, своевременно оказывается медицинская помощь и ненатологами, соответственно, ребенку сохраняется здоровье. В совместной работе со службой акушерства, гинекологии, с медицинскими генетиками, с детскими хирургами, с детскими неврологами нам удалось снизить показатели младенческой смертности и быть примером для соседних регионов или для регионов Российской Федерации. Но ведь в целом и Россия-то совершила большой рывок, да? Ведь визит у Путина в наш перенатальный центр, он все-таки привел к тому, что новые такие центры, как тогда говорил Путин, должны возникнуть в России. С нашего фактически перенатального центра была взята структура организации в дальнейшем строительстве перенатальных центров. На сегодняшний день было уже построено около 50 перенатальных центров по всей стране. Но и традиционный вопрос программы, который закрывает нашу встречу, это вопрос рисков, профилактики и мифов. Профилактика врожденных и наследственных заболеваний – это должно быть на первом месте вообще у семей, которые планируют рождение будущего ребенка. Поэтому мы призываем всех семей, которые просто еще планируют рождение здорового ребенка, они должны обследоваться. В беременности каждая молодая супружеская пара должна готовиться. В общем-то, серьезно надо к этому однажды отнестись, чтобы потом не страдать, не кусать локти. Поэтому, к сожалению, каждый здоровый человек является носителем, скрытых носителем от 5 до 15 наследственных заболеваний, то есть которые у него не проявляются. Но когда женщина встречает мужчину с такими же изменениями в генах, у здоровой пары в 25% случаев рождается больной ребенок. Если же перед наступлением беременности эта пара обследуется на вот эти частые наследственные заболевания, и мы знаем генетический фон, генетические паспоры будущих родителей, мы можем помочь этой супружеской паре не родить больную ребенку. Но на Западе это уже не то, что модно, это уже нормально, да? Ну, это как бы нормально, что каждый человек должен иметь свои гены, должен знать. А есть такое, существует понятие даже генетического паспорта. То есть каждый человек перед особенно планированием беременности должен знать анализ на хромосомы свои, на носительство вот этих частых заболеваний, на носительство генов на наиболее частые мультифакториальные заболевания. Поэтому, зная, что у него с генами, мы можем, во-первых, помочь предотвратить возникновение заболеваний у самого пациента, но и не родить больного ребенка. Ребенок рождается от родителей. И то, что родители подарят при зачатии своим детям, во время беременности своим детям, то фактически и будет. Поэтому прежде всего следует остановиться на здоровом образе жизни, на адекватном питании. Как бы не банально это звучало. Как бы это банально не звучало. Все, дети несут программу своих родителей. Что мы запрограммируем, то мы получим в будущем. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, закрывая нашу программу, я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что, надеемся, наша беседа была вам не просто интересна, но и чрезвычайно полезна. Помните о том, что от здоровья всех членов семьи зависит здоровье ваших будущих потомков. Ну и в целом благосостояние и история нашего государства российского. Всем доброго здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова